здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы сегодня мы поговорим о пользе и вреде молока в конце видео вы узнаете что такое гомогенизированное молоко и чем оно отличается от обычного мифы о молоке где польза а где вред считается что людям старше 30 лет нужно избегать молока якобы с возрастом человеческий организм утрачивает способность расщеплять молочный сахар лактозу а потому выпив стакан молока вы рискуете получить расстройство желудка действительно у некоторых людей молоко может вызвать метеоризм вздутие и боли в желудке диарею однако непереносимость молочного сахара генетическая особенность которая не имеет никакого отношения к возрасту а значит тем кто в детстве с удовольствием пил молоко не стоит и с годами отказываться от любимого напитка но даже если молоко вам противопоказано не исключайте из рациона молочные продукты вы можете пить кефир ряженку простоквашу есть творог и сыр без всякого риска для здоровья ученые из новой зеландии разработали теорию согласно которой казеин один из белков содержащихся в молоке негативно влияет на стенки артерий но никаких подтверждений эта гипотеза не получила отечественные медики и диетологи напротив считают что людям имеющим заболевания сердца и сосудов стоит почаще включать в свой рацион молочные продукты дело в том что молоко богато калием а этот микроэлемент укрепляет стенки сосудов и улучшает работу сердца кроме того молоко способна снижать артериальное давление а потому гипертоникам рекомендуется есть как можно больше молочных продуктов молоко дают до сих пор тем кто работает на вредном производстве современные специалисты считают что для того чтобы вывести из организма вредные вещества нужно всего лишь пить как можно больше жидкости а какой именно молока минеральной воды морса или чая не так уж и важно как видите у тех кто не страдает непереносимостью молочного сахара нет причин отказываться от молока ведь избегая этого напитка вы лишаете свой организм многих полезных веществ главное достоинство молока в том что этот продукт замечательный поставщик кальция и фосфора без которых невозможно сохранить крепкими кости и зубы кроме того кальций и фосфор участвуют в построении клеток головного мозга и способствуют слаженной работе нервной системы что касается витаминов то здесь молоку тоже есть чем похвастаться они способствуют синтезу витаминов группы b которые борются против стрессов снимают усталость устраняют депрессию избавляют от перхоти и прыщей содержит витамин а необходимый для зрения и здоровья кожи витамин d нужен для усвоения кальция и фосфора и поддержания в хорошем состоянии костей и фолиевую кислоту важнейший витамин для беременных и тех кто хочет иметь здоровый цвет лица и поддерживать мышцы в тонусе благодаря своему уникальному составу в некоторых случаях молоко даже способна заменить лекарства например если у вас разболелась голова не спешите глотать таблетки выпейте стакан теплого молока вещества содержащиеся в молоке снижают болевую чувствительность и уменьшают спазмы стерилизованная или пастеризованная приходя в магазин мы часто задаемся вопросом какое молоко лучше что такое стерилизация и пастеризация сохраняются ли в стерилизованном и пастеризованном молоке витамины и микроэлементы стерилизация и пастеризация это тепловая обработка которой подвергается молоко только для того чтобы увеличить срок его хранения в процессе стерилизации молоко нагревают до 135 градусов а затем резко охлаждают во время этой процедуры гибнут все бактерии в том числе и полезные для организма но большая часть витаминов остается стерилизованное молоко не портится в течение полугода а открытый пакет можно хранить в холодильнике 2-3 дня без ущерба для качества продукта пастеризованное молоко считается более полезным во время пастеризации молоко нагревают до 60 70 градусов что позволяет сохранить не только витамины но и большую часть полезных микроорганизмов и при этом приостановить процесс скисания молока срок хранения пастеризованного молока не долог всего 36 часов восстановленное молоко получают путем добавления воды в порошок сухого молока витаминов и микроэлементов в таком молоке практически нет что касается жирности молока то на нее стоит обратить особенное внимание медики не рекомендуют пить молоко с жирностью более 3,6 процента такое молоко не только вредит нашей фигуре но и способствует повышению уровня вредного холестерина в крови увидев на пакете с молоком пометку гомогенизированное многие пугаются и не могут понять что это значит гомогенизированное означает однородное в таком молоке жир разбивается на мелкие частицы и распределяется во всем объеме молока а не сгущается на поверхности в виде сливок в начале 70-х годов 20 века американский ученый остер сделал шокирующее заявление в котором утверждал что в процессе гомогенизации в молоке вырабатывается фермент под названием ксантиноксидаза который способен проникать через кишечник в кровеносную систему повреждая кровеносные сосуды что ведет к атеросклерозу на основании этого остро заявил что людям склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям необходимо отказаться от гомогенизированного молока однако эта гипотеза была опровергнута другими учеными на том основании что сам человеческий организм вырабатывает в тысячи раз больше ксантиноксидазы чем может привнести в него гомогенизированное молоко а потому отказываться от этого продукта не стоит если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео благодарю вас за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы